Такая идея родилась больше у театра. Мне предложил Валентин Николаевич. Валентин Николаевич сказал, что, посоветовавшись, есть такое предложение, поскольку уже 25 лет в театре, организовать творческий вечер. Ты, Ира, подумай, иди. Хочешь, не хочешь, справишься, не справишься, как ты видишь, может быть, у тебя есть какие-то мысли, и приди, скажи. Я подумала, и мне стало интересно. Никогда не было у меня творческих вечеров, поэтому, конечно, захотелось создать что-то особенное. Не спектакль, а именно, вот я себя увидела в таких вот разных вариациях из разных спектаклей, то есть за один вечер станцевать любимые моменты. Ведь это же очень интересно, потому что, конечно, спектакль ты танцуешь, это определенный образ от начала до конца, а здесь нужно переключаться, быть разной. И подхватилась вот эта вот идея, она стала развиваться, подключился уже дальше режиссер, другие тоже наши сотрудники, помощники, все подключились, стали какие-то идеи тоже свои говорить. И в итоге вот мы пришли к такому концертному варианту, непросто, могу сказать, что точно непросто, потому что нужно вывести определенную концепцию, чтобы тоже было интересно от начала до конца. Вот. Мне очень хотелось, чтобы в концерте участвовали дети. Я очень люблю детей, и мне все время вот хочется их куда-то внедрять, чтобы они тоже вот участвовали, чтобы могли танцевать, показать себя, и чтобы у других детей тоже появлялись мечты, скорее-скорее вот попасть на сцену. Для этого нужно трудиться, для этого надо хорошо учиться, и поэтому я рада, что у меня вот будут детки в концерте. У нас в концерте будут гости из Санкт-Петербурга. Приехала уже Дарья Павленко, приехал Денис Климок. Ждала я еще Вячеслава Гнечика, но из-за репертуара у него не получилось приехать. В основном, конечно, это наши друзья из России. Я Иру знаю, наверное, сколько я себя осознанно знаю, как человека, к ребенкам еще. Столько я знаю Иру. Так как у нас класс вообще очень дружный, то мы, знаете, вот как нас педагог называла, братцы-кролики, вот мы как братья, как сестры с ней уже. То есть это родной человек тебе, это тебе не безразлична ее ни жизнь, ни то, чем она дышит, ни то, что ей нравится. Тебе это все важно, потому что этот человек уже как... Это часть твоей уже души. Вот, поэтому я очень рада, что у нее есть этот вечер, что она еще полноценная, очень красивая балерина, которой хочется смотреть, у которой хочется учиться, которой хочется сохранить вот эту красоту как можно дольше. И у нее это так чудесно получается, слава Богу. У нее есть вдохновение, силы, мастерство, хорошая школа. И сегодняшний вечер – это действительно праздник. И дай Бог, чтобы у нее вот это вот... После вечера будет немножко такое опустошение, потому что она всю себя даст. Чтобы ее весь этот жизненный мир так наполнил сильно, чтобы ее хватило дальше что-то новое творить. А я уверена, что у нее есть на это силы и все еще. Мы познакомились прошлым летом. Нас пригласили с Денисом на балетное лето, у вас же каждый год этот фестиваль. Нас пригласили, мы танцевали два номера. Один из них был специально поставлен для нас на Тристана и Зольта, это Раду Паклетару. Вот так мы и познакомились. А сейчас так получилось, что я увидела, что у нее творческий вечер, и я очень за нее порадовалась. Вот, я ей об этом написала. И она говорит, а приезжайте. Я говорю, ну, приедем, конечно, с удовольствием. Для меня вообще Беларусь открылась. Я же ни разу не была до последнего тогда вот лета. И очень открытые люди. Очень открытые, честные. Природный оптимизм, мне кажется, какое-то качество национальное такое. У меня изменилось такое качество, как терпение. Вот я стала более терпеливая. Очень развился трудоголизм. У меня все время вот есть потребность идти в зал, идти что-то пробовать, идти на сцену. Когда я только пришла в театр, я еще не совсем понимала, что это такое. А потом, когда ты уже попадаешь вот в это волшебное место, которое называется сцена, и ты там уже пробываешь какое-то время, то, почувствовав то чудо, которое происходит, ты очень меняешься. И каждый артист балета, он это понимает. На сцене ты живешь по-другому. Это действительно происходит волшебство. Ты там не ты. Там ты совершенно другая личность. Ты другой персонаж. И это меняет, меняет, конечно. Появляется опыт, появляются новые знания. И вообще я, конечно, стала абсолютно другая. Ушла ветренность. Очень много стало осознанности. Наверное, это происходит действительно с возрастом. Ценности другие появляются. У меня была когда-то травма. Такой перелом, который сначала не увидели на снимке. И я несколько месяцев ходила с перелома в ноге. Мне было очень больно ходить, но никто не знал почему. И врачи говорили, что забудьте, не будет у вас балета. Но чудом каким-то вот я встретила врача, который сделал не просто снимок, а сделал именно МРТ. И каждую косточку разобрал отдельно. И увидел, что у меня оказывается там перелом. И мне положили гипс на полтора месяца. То есть была реабилитация. Я довольно-таки быстро после гипса, именно когда его сняли, вышла работать. То есть я понимаю, что были такие у меня моменты, при которых можно было закончить танцевать. Но силой судьбы все-таки я считаю, что это именно какое-то мое предназначение. Меня все время жизнь разворачивает лицом к театру, лицом к балету. И показывает, что я не имею права уходить. Я должна быть здесь. Это мое место. Вот я это ощущаю. Даже сейчас я ощущаю, что все происходит волей судьбы. То есть если я здесь нахожусь, значит я должна быть здесь. Когда закончится мое время танцевальное, я это пойму. Я уверена, что жизнь, она сама все подскажет. Я готова принимать то, что мне дает жизнь. Потому что когда мы сопротивляемся, остаются какие-то непройденные уроки. И ты все время возвращаешься к тому месту, где ты должен был пройти этот урок. Поэтому я приняла свой путь. Значит, вот в данный момент, если высшие силы, если мне Бог дает возможность еще танцевать, я нахожусь в форме, значит так надо. И я не имею права взять и просто бросить по каким-то капризам или каким-то другим желаниям. Я уверена, что все произойдет так, как должно быть. Вот когда придет это время, оно станет непонятным. Ну, для меня очень важно, выходя на сцену, нести то состояние, которое заложено в моей роли. С одной стороны, конечно, это актерское мастерство. Потому что спектакль балетный — это не только танец, это, конечно же, сюжет, это рассказ. И для меня важно, чтобы зрителю всегда было интересно, а что же дальше. То есть, как любое кино, как любой рассказ, зритель слушая, или когда он читает книгу, человек, ему все время интересно, что же дальше. И для меня это тоже важно. Когда я выхожу на сцену, мне важно рассказывать зрителю через танец. Так рассказывать, чтобы ему было интересно. А что дальше, а что дальше? Да, танцует балерина прекрасно, легкая, делает технику, прыгает, вертится. Но за этим стоит глубокий смысл. Если это Джульетта, то зритель должен прочувствовать, вот какая она, когда она молоденькая, когда она влюбляется, когда происходят уже серьезные проблемы в жизни. И до самого конца, чтобы зритель был со мной. На монологах, например, в третьем акте, там почти все третье действие, Джульетта находится одна. И вот надо одной суметь зрителя удержать. И для меня это очень важно. Я над этим очень сильно работаю. Я этому придаю гораздо большее значение. Концентрируюсь на своем внутреннем состоянии. Я внутренне чувствую, что ощущала Джульетта в данный момент. Хотя этот сюжет же вымышленный, но таких моментов в жизни бывает очень много. Они же реальны. И я очень для себя ищу вот это состояние Джульетты. Я его пропускаю через себя, я его фактически проговариваю у себя внутри, а потом уже делаю движение. И тогда получается у зрителя вызвать этот интерес в моем внутреннем состоянии. Вы понимаете, оно настолько, вот идет вот этот вот посыл в зрительный зал, он должен быть настолько сильный. Во-первых, нельзя переусердствовать, потому что тоже будет карикатура. Да, наигранность, оно должно быть настолько естественным, чтобы зрителю в какие-то моменты было балерину или персонажа жалко. Или чтобы они радовались со мной, чтобы сопереживали, чтобы это было по-настоящему. Ну вот для меня это важно. Наверное, вот этот театр обладает какой-то силой. Вот мы себя чувствуем здесь и Ира. Вот знаете, когда ты приходишь в театр, и у тебя репертуар и хореография, которая тебе близка по духу. И ты в ней не ломаешь свое тело, а тебе комфортно. И вот у Иры однозначно хореография Валентина Николаевича – это ее хореография. Вот она в его хореографии, у нее тело переходит в музыку, и это все сливается в единое. И поэтому у нее вот это все настолько красиво, и чувствуется, что ей очень хорошо, комфортно. Знаете, у нее нет никакого дискомфорта. И, наверное, благодаря тому, что у нее не было вот такой ломки тела, чтобы вот надо себя переделывать, надо себя переламывать. У нее идет все вот так, как вот ты ходишь и живешь и дышишь. Вот так вот ей комфортно в этом танце. И поэтому, наверное, вот я даже думаю, что ей будет трудно от этого вообще без этого. Вот. И поэтому это как вот ее… Вот она станцует, она наполнится и живет дальше. Фригия, Джульетта, Маша в щелкунчике, Анна Каренина – это несомненно. Адетта Адилия – это такие образы, которые всегда у всех балерин вызывают интерес. Они для любой балерины такие, ну, знаковые. Их можно перечислять, ну, много. Анастасия, они каждая вызывает у меня огромный интерес. Я иду на сцену. Я не хочу быть… Не то, что я не хочу. А я, наоборот, хочу быть сегодня Фригией. Завтра я хочу быть Адетта Адилией. То есть вы представляете, какое чудо – это когда ты можешь быть в разных образах. Именно не все время вот «я Анна Каренина» или там «я только Фригия, я другого ничего…» Ну, я пробую, но это вот только моя роль. Понимаете, нет, мне интересно все. Вот я знаю, что у меня следующий спектакль, например, «Спартак». И я уже за несколько дней, я себя уже готовлю именно к этому образу. Потом я знаю, что у меня, например, «Анна Каренина». Я уже живу несколько дней, опять же, до спектакля вот этим состоянием. И это интересно. Поэтому каждая роль, понимаете, она меня как дополняет, наполняет, переключает. Ты все время вот как на волнах. Тебя эти эмоции приподнимают, опускают, завораживают. Ты все время находишься в разных состояниях. Это есть возможность только у артистов. Потому что в обычной жизни я довольно-таки стабильный человек. У меня очень такая спокойная, размеренная жизнь. У меня в жизни нет лишних эмоций, потому что я их и не позволяю. Я не вижу в этом смысла ругаться или выяснять отношения. Знаете, бывают у людей такие эмоциональные стрессы. А мне они не нужны. Я, наоборот, очень в жизни люблю, когда спокойно, когда мы разговариваем по душам. И я понимаю, потому что мне хватает этого на сцене. Я вот на сцене, я могу и плакать, и кричать, любить, умирать, оживать. Ну, представляете, какие перепады эмоциональные переживает артист. Поэтому как можно не любить или что-то одно любить? У меня все. Так случилось, что я станцевал эту партию, партию Спартака, раньше, чем Ира. Я помню, что я вводил ее в этот спектакль. То есть ее первое исполнение Фриги было со мной. Но это как бы льстит мне и моему самолюбию. Вот замечательная партнерша, очень чуткая, очень профессиональная. Я, знаете, исходя, конечно, из своего субъективного, собственно, опыта, могу сказать, что не все балерины, далеко не все, обладают таким легким характером. Потому что ведь мы поднимаем не просто балерину, мы поднимаем ее характер. Так что с Ирой все, выражаясь современным языком, все круто. Тут сложность была в том, что я изначально не понимала. Я не понимала, как можно оставить своих детей ради любви. Мне было очень сложно понять. У меня шло такое сопротивление. Я понимала, что это совершенно не я. У меня такого в жизни не было. И я должна настолько вжиться в жизнь этой Анны, чтобы понять, что ей двигало. И что двигало ей потом, когда она решилась броситься под поезд. Это такие сильные перепады у нее были. А я понимала, что я в жизни эмоционально устойчивый человек. И у меня есть определенные свои принципы. А у нее их не было. Ей надоела ее жизнь. Она устала от нее. И как раз таки и хотелось этой эмоциональности. Может быть, часто у людей это и происходит. От того, что все очень банально, а хочется всплесков. И мне сложно работалось над этой ролью именно в эмоциональном. И когда я все-таки поняла, что ей двигало, мне ее стало жалко. А потом я ее абсолютно оправдала. Она ни в чем не виновата. Это обстоятельство. Ей надо было это, видимо, пережить. Потому что у каждого своя судьба. Это ее судьба. Не потому, что она такая плохая. Мама плохая, детей бросила. Нет, это ее судьба. И я, когда это все через себя пропустила, мне стало легче. Но я понимаю, что... Вот я другая. Я так не могу поступить. Но зрителям я должна об этом рассказать. И рассказать так, чтобы они тоже поняли. Возможно, кто-то все равно останется в осуждении, как я изначально. Кто-то, возможно, ее оправдает. Кто-то ее пожалеет. Но я знаю, что у зрителей будут эмоции. Они начнут думать. У них останется частичка моего рассказа в душе. И они уйдут уже не пустые. Они уйдут с сопереживанием. И мне вот это важно. И вот эта роль, она мне тоже дала какое-то новое понимание. Изначально, конечно, придя в театр, для меня сразу стоял такой вот вопрос, не вопрос. Мое желание, что я должна состояться как мама, потому что потом будет легче. Я молодая, и карьера, она чаще всего начинается чуть позже. Очень редко кто сразу приходит, и ему дают сольные роли. И человек, артист, сразу может себя проявить. Поэтому у меня это было осознанно. Я сразу понимала, что я хочу ребенка. И, возможно, еще в этом возрасте гормон у женщин так работает. Очень часто женщины хотят в этом возрасте именно состояться как мама. Это заложено природой. Я поняла, что это меня звала природа. Но и осознанность тоже была, что мне потом будет легче. Поэтому, когда у меня родился сын, я уже вышла с каким-то чувством выполненного долга. И у меня уже было такое состояние, что я за кем-то ухаживаю. Это мой сыночек. Мне хорошо. Поэтому вопросов по поводу детей у меня никогда именно и не было. У меня уже было желание. А девчонки, они родились уже после того, когда я уже стала ведущей балериной. Когда у меня уже было звание. И когда у меня уже сыну было 12 лет. И у меня уже, знаете, к этому периоду была мечта. Я очень мечтала о девочке. У меня эта мечта, она все время жила у меня, где-то внутри меня. И как-то все равно дети даются от Бога. Мне Бог дал девочку вот в то время, когда она была самая благодатная. И через три года родилась Катя. Это тоже, я могу сказать, что, конечно, не было в планах третьего ребенка рожать. Не было. Но когда я поняла, что я беременна, у меня тоже не встоял вопрос, рожать или нет. Конечно, рожать. Потому что дети даются от Бога. Значит, у меня даже были мысли, что после того, когда у меня родится Катенька, мне уже было 35 лет, я, возможно, и не выйду. Были такие мысли. Но опять же, жизнь, обстоятельства. Я принимаю то, что мне дает жизнь. Жизнь меня настолько кардинально повернула. Она настолько поменяла мне мою дорогу, развернув меня обратно в театр. Как вы их растили? Вы проводите в театр, видимо. У меня дети... Катя точно. У меня каждый ребенок какой-то период проводил в театре, потому что, конечно, ребенок нуждается в маме. И они всегда с радостью приходили со мной. У нас очень много детей в театре. У нас почти все артисты, и балет, и опера, и оркестр, всегда приходят со своими детками, когда есть эта возможность. Конечно, мне мама помогала. Мне мама помогала очень много. Она и приезжала каждый день, оставалась с детками. Но им самим интересно. Они всегда просятся в театр. Ну вот приходит такой возраст, когда они становятся самостоятельными и начинают уже заниматься своими интересами. Старший сын у меня абсолютно взрослый. Средняя дочь, она заканчивает пятый класс. Она настолько уже самостоятельная, у нее есть именно свои какие-то занятия, когда она не нуждается уже целый день в моем присутствии. Мы уже вечером обсуждаем школу, еще какие-то события. Младшая, она очень такая, конечно, мамина дочь. Она очень ко мне привязана, и это я очень ощущаю по сравнению с другими детками моими. И она очень театральный ребенок. Она тоже очень любит танцевать. Она все время в чем-то участвует. Я в детках смотрю их интерес, вот что им нравится. Я не хочу их зажать. Мне хочется, чтобы они были очень разносторонние, чтобы они могли смотреть широко, открытыми глазами на мир и брать то, что им идет, то, что им интересно. А я должна им только в этом помогать. И нет у меня проблемы работать, не работать. Как-то все устраивается, все помогается со стороны как-то. Не знаю, все хорошо. Вот сейчас ушел луч. Оля, как у Лёва, где ты? Меня зовут Катя. Я смотрю на свою маму, как она красиво танцует. Я знаю то, что балет мне очень нравится, и моей маме. Мне нравится балет, потому что там всякие танцы разные, в которых я могу участвовать. У меня есть пуанты, но когда я в театре, я могу одеть и мамины пуанты. Мамы их очень много, очень. Но я их пересматриваю. Красивые балеты, чистые. Я хочу вырасти и стать как мама, балериной. Я стараюсь жить очень открыто, чтобы мне, знаете как, нечего было бояться, нечего было скрывать. У меня есть принципы. Мои принципы, через которые я не имею права переступать. Поэтому у меня довольно-таки открытая жизнь. Я ничего вот не прячу. Но, как и у любого человека, у меня есть какие-то свои страхи, например. Я очень боюсь темноты, высоты. Это просто жуть. Вот, например, у меня были разные мечты. Каждый человек какую-то мечту долго холит, лелеет. И, например, у меня была мечта. Я вот рассказывала, что я так мечтала прыгнуть с парашюта. Мне казалось, это такой адреналин. Это что-то вот будет такое, какое-то ощущение сверхъестественное. И когда мне мой друг сказал, всё, значит, вот мы прыгаем с парашюта. Я договорился, такого-то числа. Я как представила, что вот открывается люк самолёта, и мне надо переступить. Я сказала, всё, я не хочу. Мечта осуществилась. Этого достаточно. Всё, понимаете. А так, потому что я поняла, что я боюсь высоты. Я очень боюсь высоты. Я не представляю, как люди живут на высоких этажах. Это же так страшно. Вниз смотришь, а не дай бог, вот, я не знаю, открытое окно там. Ой, боюсь летать. Боюсь. Я, это с возрастом, наверное, пришло. Я, если есть возможность не лететь, я не полечу. Только если вот нет выхода, надо лететь. Вот недавно пришлось лететь в Питер. С большими переживаниями я летела и туда, и обратно. У нас истории очень много вместе, потому что мы вместе учились, мы вместе худели, мы вместе поправлялись, мы вместе ходили в парилку. У нас был такой один смешной случай, что... То есть мы все время там... Был такой период возрастной, когда все начинают наливаться таким же соком. Вот, у нас это... Мы были не исключением, и у нас был такой период, что вот мы все забрались худеть. Вот, Ира говорит, знаешь, что надо съесть вот свеклу, вот она так, ну, хорошо повлияет на организм. Пойдем в баню, и вот завтра вот мы прямо хорошо потеряем вес. Я говорю, давай, едим свеклу. Побольше надо свеклы, давай побольше съедим свеклы. Пошли в баню, все бани были закрыты. В итоге получилось, что мы и не похудели, и в баню не пошли. И, в общем, так до смешного доходили. Сказать, нет, надо идти к своей цели, это очень опасный совет. Потому что, возможно, у человека совершенно другая судьба. Мне наоборот хочется дать совет. Прислушайтесь к жизни. Но присмотритесь. Жизнь вас обязательно направит туда, где вам будет лучше всего. Я знаю артистов талантливых, у которых происходили травмы, и они больше не танцевали. Я знаю артистов, у которых были средние данные, но которые добивались очень больших успехов. Но я также знаю артистов, у которых как раз-таки наоборот, данные очень плохие. И у них есть цель перед собой стать артистами. И ничего не получилось. Не получилось, потому что природа не дала. Но я знаю, что они могли бы состояться в совершенно другом направлении, и быть очень удачливыми, и проявить себя гораздо больше. Поэтому я бы дала совет, конечно, если ребенок или артист занимается балетом, это дело надо любить, это искренне нужно любить, но и быть объективным. Чтобы при шагах к своей цели не поломаться, не травмироваться, психологически остаться устойчивым. Все должно быть в меру. Поэтому любите балет. Самое главное, любите искренне то дело, которым вы занимаетесь. Возможно, это будет не балет, и тогда будет все получаться. Я люблю свою профессию, я люблю балет, я полюблю это высокое искусство за то, что он мне дает жизнь. Он меня наполняет эмоциями, он меня наполняет тем, что меня двигает. Балет — это для меня двигатель, это мотор. И для меня балет — это одна сплошная благодарность. Ведь все, что у меня есть, даже моя семья, это все благодаря балету. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ